Здесь жители улиц Надибаидзе, Херсонской, Чапаева, Кирова, Нерчинской и Уткинской. Около сотни человек. Владивостокцев из разных районов города объединяет одна общая беда, характерная для нашего города. Все они выступают против точечной застройки рядом с их домами. У многих эта безнадежная борьба с незаконным, по их мнению, строительством многоэтажных домов на месте скверов и парков тянется месяцами. Поэтому люди собрались и вышли на митинг к Дому молодежи. Многоэтажный дом между Надибаидзе-1 и Херсонской-8 собирается строить ООО «Владстройзаказчик». Однако работы на участке до сих пор не ведутся. Поскольку на нем растет несколько десятков деревьев, земля находится в рекреационной зоне Р1. Поэтому администрация Владивостока отказала застройщику выдачи разрешения на снос зеленых насаждений. Тем не менее, это не помешало владельцам участка обнести его забором и установить пункт охраны. Сейчас основные баталии по поводу судьбы участка проходят в суде. Другая горячая точка расположена в районе домов Чапаева-8, Кирова-116 и Кирова-112. Здесь планируют построить два дома по 30 этажей на участке, где расположены местный сквер и парковка. Также на митинге выступили жители Нерчинской и Уткинской, которые предполагают, что в их районе на месте бывшего барака по адресу улица Уткинская, 21, развернется очередная точечная застройка. Уличная сеть, которая прилегает к этой улице, не рассчитана на дополнительную нагрузку, на возведение этих этажных домов. Вы сами понимаете, в каждой семье сейчас по два автомобиля, парковок нету, нету зон для отдыха людей. Кроме точечной застройки, жители Владивостока на этом митинге выступили против повышения платы за проезд в автобусах. С 23 до 28 рублей его подняли полмесяца назад. Но качественных изменений в работе городских автобусов горожане не заметили. Владивостокцы жалуются на старые ржавые машины, грубость водителей и телефонные разговоры за рулем. «Для меня это чувствительно, потому что я пенсионер, мне уже скоро 84 года. Представьте, что я кроме как транспортом общественным не могу пользоваться». Повышение платы за проезд происходит не в первый раз. Однако автобусы на дорогах города год из года становятся темой жесткой критики и у многих вызывают чувство стыда за Владивосток, который уже почти год является столицей всего Дальнего Востока. Светлана Садова, Евгений Апарин, Новости на Восьмом.